Так, присылает... Нет, сейчас вспомнил, одна фотография, вторая фотография. Вот, да-да-да, всё вспомнил. Значит, есть подробная статья, где человек жалуется на... Ну, в интернет он большой. Человек жалуется на град, получил вот такие вот плоды, избитые, скажем так, жалко, без слёз нельзя смотреть. Потом размещает вот эту фотографию и собирается с чем бороться, ну, догадайтесь. Вот сказал, что вот она кометь, сейчас мы её поняли. Вот, и насчёт калечия дерева, если он только возьмёт нож, вот, вот это мне не выдержал, не выдержал, фотографировал с его рассказа. Вот. Обидно, страшно, вот эта картина вот эта. Страшно, обидно. Вот, когда кометь... Ну, ладно бы там какие-то там эти, ну, понятно, что обыватели слышали звон, хотят заработать лайки. Ну, когда учёные, это самое, написавшие книгу, и не одна такая, кандидат в науку, которая считается этим самым, чуть ли не классиком живым. И опять вырезаем кометь, протравливаем, вот, дерьмом мажем. Тьфу, бля, не то что никогда кометь. Вот, вот это вот фотографию сделал один из наших. Мне она понравилась. Дело в том, что, знаете, что получилось? И мы до сих пор с вами занимались классикой. То есть, приходит весна, начало сокодвижения, мы начинаем прививать, вот, и я учу прививать в это время, говорю, только в это время. А это оптимальное время. Почему? Один из принципов. В чём заключается? С каждым потерянным месяц вместо апреля, мая вместо мая, июнь, приближается зима, не вызревает. Поэтому я всегда ограничиваю. Ну, вот человек, наверное, с более южных краёв, там проще, взял у меня черенки, выписал, купил, чуть ли не в июне. Вот, чуть ли не в июне, и привил. Ну, когда уже всё, листья распустились. Я это называю способ. Ну, где-то слышал, прилипло мне, не моё выражение, но прилипло. Прививка зелёного по зелёному. Ну, по крайней мере, понятно, да? И вот, значит, у него они пошли в рост. Обратите внимание, вот самый правый, видите? Точно в рост пошёл. Да, эти все живые. Вот. Я уже умоляю, говорю, дружище, дозивём до осени фотографию. Прозивём зиму фотографию. Икона это... Надолго ли хватит энтузиазма прививать зелёное по зелёному? Вот этот момент. Не отрицаю. Знаете, что получилось? Ещё пару сотен северков лежит у меня в холодильнике. Они спят, они живые. Я доказывал, что они живые. Вот. Они плотно упакованные, там, почки. Вот я посмотрел, подсыхают только самые тоненькие, а вот такие вот нормальные. Вот. Но я их просто забываю отвезти в деревню, отключить в холодильник. Вот. И сжечь. А они до сих пор лежат. И если мне кто-то сейчас скажет, ага, жаловы сейчас это самое скажут, покупайте. Я скажу, не покупайте. Идём дальше. Вот. Теперь вот этот товарищ, вот этот, ну, не выдержал продлог. Вот. Видите, камедь, вот его урожайство. Побитый, конечно, сильно. Вот. Камедь, кстати, это вообще-таки от физических ран. Ну, почему? Морозобойная – это физическая рана. Нарушение целостности организма. И морозобойные, ой, эти, Градино удалили. Страшный был град, рассказывал товарищ. И вот он пишет, что. Смотрим. А ещё на ветках и в развилках, скелетных вестях появилась камедь. Этот абрикос, которому я так радовался, теперь нужна эта опасения. Внимание. Я вот из-за вот этой фразы, вот этой, которую я считаю, абсолютно неправильной, и я считаю, ну, как её обозвать-то так, чтобы и не обидеть и сказать, ну, ну, это же ошибка из ошибок. В справочной литературе сказано, камедь – призрак бактериального рака. Здрасте. Здрасте. Вы чем думали, когда камедь появляется и залечивает раны? Самое важное из естественных, природных, лекарственных средств, когда дерево вылечивает само, и в любое вмешательство, вот, убрать камедь, хоть аккуратно, хоть соскоблить, или, как говорят, вырезать, вот, это ошибка страшная, и придумать, это, это самое, справочная литература. Бред, вот просто, бред, 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 я начинаю волноваться, сколько можно-то, это камедь бедную несчастье, так же, как баррель, уничтожать, уничтожать, вместе с деревьями, а? Ну, там, наверху, там же, наверху, я имею в виду научная среда. Ну, я фермер, это все, фермер, знаешь, сколько фермер? Это социальная лестница, это между, вот, где копают лопаты, гробы, то есть, могилы копают, так, где еще, значит, ямы копают, там, ну, то есть, это моя социальная лестница, я где-то в самом низу, ну, рядом с каменчиками, с этими, с толерами, плотниками, вот, я же поливаю ножом, значит, я ближе к плотникам, вот, это моя социальная, но есть люди, так, кандидаты ног, докторанус, академики, слинкоры, вот, президенты, есть эти самые, все это, все, это гигантское количество чиновников, имеющих, или, с этих, купленных, часто бывает такое, я уверен, имеющих, или, значит, метро купили эти, свои дипломы, или настоящие дипломы, но мы все учились понемногу, сами знаете, вот, и, и вот кто-то же, когда-то бред такой написал, признак бактериального рака, бактериальный рак не лечится, к амитному отношению не имеет, все попытки лечения бактериального рака, это, как правило, это дело с помощью антибиотиков, те же, что и против людей, понимаете, антибиотики, против бактерий действует плесень, и плесень, которая попадает на дерево, она связана обязательно с ранами, вот, с ней нельзя бороться, для меня плесень, это грибы, это, значит, начинаем с грибов, конечно, вот, это мхи, лишайники, это и есть плесень, это часть дерева, она становится со временем, это железов говорит, это когда-то войдет в энциклопедию, не вот это, вот это дурь, из дури, не вот это дурь, признак бактериального рака, а настоящее будет садоводство, настоящее будет наука, вот, причем спросите, откуда я это знаю, не прочитал ни одной специальной литературы, да просто знаю, потому что по-другому это глупость, и вот тогда получается, что, получается, что человеку теперь возьмет и начнет вырезать, и угробит эту ветку, ух, забахнулся, следующая тема, что нужно, чтобы получить урожа персика под Москвой, нас с вами покупают так, людям нужно, лайки, людям нужно просмотры, для чего вы знаете, параллельно, крупные сайты торгуют этими самыми, ядами, красками для побел, чего только не торгуют, вот, и тогда, человек берет, не имея ни малейшего впечатления, не имея ни одного дерева персикового, но откуда он знает, чтобы получить урожай персикового в Подмосковье, откуда он это знает, очень просто, вот эта фотография, я провел, из интернета, на нее претендует, от 100, от 50 до 100, этих самых, сайтов, таких же мошеннических, один из них настоящий, где сделан на фотографии, и что-то сделанное, правильно, вот, вот, еще он вот эту, преподорил в своей статье фотографию, а вы видите на фотографии, это получается, у него в Подмосковье, настоящий, огромный, да еще с тракторами, так сказать, это самое, настоящий, огромный, промышленный, абрикос, э, персиковый сад, ладно, абрикосовый, в данном случае, нет, персиковый, персиковый сад, и так, слушайте, что-то он подозрительный, нет, персиковый сад, так вот, настоящий персиковый сад, в Подмосковье, нету там такого сада, ладно, сказал себе, взял, нажал, похоже, в интернете, еще полсотни. Я еще, знаете, как? Учеба есть учеба. Если у него вот так вот, то следующий товарищ, который свиснул фотографию, ему, наверное, сказали, замаскирует. Ну, внимание. Она? Она? И уже, черт, не узнаешь ведь сходу-то. Еще один, говорят, у нас их десятки в России, кто притворяется, что у него есть персиковый сад. Вот это, вранье, еще не все. Взял я тогда так. Современные персики могут выдерживать морозы. Думаю, но ведь и раз у тебя нет сада. Откуда ты взял вот это вот? Во-первых, сильно низко. У нас нет таких теплых регионов. У нас минус 30 может быть на Кубани, в Ростовской области. Тогда, получается, у нас ни одного персика не должно быть. Но мои персики, а Хасан, эти самые, которые из мороза, клоун Железова, помните, как на Украине рекламируют мои эти самые, персик Хасанский, клоун Железова. Но те уже 35, 38, они 28. копировать современные, откуда ты это взял? Сейчас мы учимся не поддаваться на провокации. Я беру, ведь кто-то же поверит, а потом еще у него и купит. Я беру, эту фразу вставляю. Видели? Я вставляю фразу просто так. Когда-то сотни тысячи искусственных этих, как они называют, искусственных, ну, то есть воровали цитаты, воровали страницы, воровали целые диссертации друг у друга или покупали. Современные персики. Вот эта фраза, вот, 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 вот она. Ну-ка. Откуда она взялась? Вот. Персики в Сибири, на Урале, прием и ворачивание. Сейчас я до тебя доберусь, Гарден Март, или как там. Вот. И получается следующее. Сейчас, секунда. Сейчас, 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 сейчас. Вот. Секундочка. Ага. Вот здесь вот, вот здесь вот это я нажму. Со временем, так, морозы нипочем. Минус 25, минус 25, минус 28, так. Ага, посмотрели. Откуда, откуда это самое берется? Так. Персики в Сибири, на Урале, Карден Март, мы сейчас перейдем к нему. Вот. А как мы перейдем? Внимание. Сейчас вы посмотрите, как это делается. Вот. Сейчас вы посмотрите. Я этот случай не смог упустить, потому что караул грабит. Есть такое выражение? Караул грабит. Ага. Итак, вы видели Гарден Март, которого это самое. Персики выдерживает до 40 и больше. Вот. Посмотрели? Когда я сюда от скуки нажал, я прошу, чтобы у нас появились свои добровольцы, которые будут их разоблачать. Здесь есть что? Во-первых, надо ли? Ну, скажем так, от 2000, 14000, стало 4, 2000, стало 800. Вот. Здесь 3 раза цена упала, а если в 4, 5, так. Ну, главное, что ни одно из этих деревьев, вот этих, в Саратове, у этой фирмы нет, выращивая свои мечты. Мечты заработать на этих самых, на серьезных людей. Знаете, как люди плачут? Вы знаете, я сейчас скажу, два случая, что такое настоящий садовод, что такое настоящий сад. Итак, я вынужден это говорить, потому что сейчас когда-то буквально чуть ли не кровью были политы эти сады. Раньше сады были в каждом, это в селе, а сейчас где? Только у дачников. А дачников я называю не у дачники, так, нет? Итак, Хрущев дает команду, надо, не хватает это, давай грабить этих людей. Взять, обложить налогом каждое плодовое дерево. Их было миллионы. Люди ели свои абрикосы, ну, абрикосов мало, не спорю, но яблоки-то были свои. По всей России, вся средняя полоса. Миллионы, 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 миллионы. И люди взялись за топоры, люди взялись за пилы. Вот. Нету, я бы на него дерево и налог нечего взять. И они начали их выпиливать. И я, железо, богом клянусь, что это из писем переписка. Еще, я когда начал 20 лет назад печататься, ко мне письма с таким потоком, мой главный враг была дама, которая носила конверты. Как ее зовут? Представляем? Вот. Там вот такой ящик, вот такой вот, а он не мешал. А куда я девать-то? Не выбрасывай же, не виси обратно. Она вынуждена была на третий этаж и стучать мне. Вот ваши, хотя она не обязана была, простые письма, простые. Они не лазят. и вот там я два случая, когда мой дедушка или мой отец, вот, значит, когда рубил деревья, упал и умер. Два случая. Это как надо было любить деревья, что уничтожая их, чтобы по этой государству, которое мы считали, помните, как социально, да, рабочих крестьян, крестьян, да, что люди умирали. А сколько было горя, сколько слез? А теперь от чего слезы? Купишь у них мертвое, а доказательство? Пожалуйста. Проскать, смотрите сюда. Внимание. Вот это все такое. Ну-ка. Ходяево, смотрите в глаза. Это откуда, дорогие? Где вы брали, украпываю фотографию, а? Ну, это моя фотография, моего фермера Железова. Еще. Поняли? Значит, все, что вы видите тут, возвращаемся. Вот. Все это ложь, вранье, ложь, вранье. Черный принц у вас? А еще притвориться, что это северный сибирский питомник, а? Забыть написать слово Саратовской области, пожалуйста, питомник уже в Сибири. Как так можно? Ни стыда, ни совести. Ведь у вас же ничего этого нет. Я прошу, меня не знают. Десять лет назад я впервые потребовал убрать мои фотографии. Несколько лет следил. Фотографии мои исчезли. Сейчас вам их покажу. Они исчезли. Проходит время сегодня случайно. Бах! Вот она. А как можно отказаться? такой вопрос. Да почему они опять вернулись к обману? Халыши. Да нет у вас своего сада. Нету. Вы пытались сфотографировали бы вам Абрикос Академия? Ну, давайте смотреть сюда. Сейчас мы эту тему добьем. Хабидо страшно. Ну, хотя бы сюда. Вот, смотрим. Узнаете? Что здесь написано? Абрикос Академик с доставкой. Хрен вам. Еще одна фирма, которая обманула. Вот. Как они попадают сюда в фотографии? Это лучшее, что есть на всей планете. А сейчас я вам покажу. Вы видите, что Абрикос Абрикос Академик их так мало. Почему? Я пролистнул полсотни сотни и уже пошли другие. Всякие. Но другие. Уже не Академики. Их всего практически нет. Все, что создал этот Казьмин, да, уникальный гений. Есть забытые. Ну, как? Много мы говорим о них-то. А? Почему так мало? Почему уже Железовские пошли? Ну, пошли. Вот они. Уже совсем другие. Давайте быстро пробежимся еще раз. Уже раз показывал. Почему? Итак, почему вот эта фотография попала сотня других этих самых сотни других? Сейчас я быстро отвечу. Я быстро отвечу. почему-то все время нуждаются в моей помощи. Не знаете, почему? Именно в моей. Догадайтесь с одного раза. Сейчас. У меня вебинар. Я не могу ни посмотреть, ни проверить, о чем речь идет. Я, это, дочка, я потом, кстати, у меня их дочек, не один десяток. Кто не знает. Отвечу потом. Я уже догадываюсь, о чем речь идет. Но когда будет перерыв, или после вебинара, прошу меня просить. Все. Ответил. Итак, значит, когда компьютерщику, который не видел этого же сада, его нет, просят, выберите самые яркие фотографии и вставьте их сюда. Вот он и выбрал на втором месте. Бывает на третьем месте, бывает на первом. Итак, настоящий академик. Но украдена фотография сотни сайтов. Мой украдила сотни сайтов. Видите, с доставкой, уже торгуют саженцами. Настоящий академик. Вот. Где он растет? Ну-ка, чья рука? Купить недорого. А, Подмосковье. Это фотография Латинкова. Это рука Латинкова. Тоже оборовано. Два лучших сада оборовано. Латинкова и Железова. Вот. Линейка чья? Железова украдена. По крайней мере, вот эта фотография настоящая. Только тут что-то омский. А это настоящая, это тоже присвоено. Только уже омский. Вот это вот. Действительно, он переделанный уже. Это моя. Ну, тут случайно фамилия Железова. Выш не соврал. А попробуй линейка. Ну, правда, воруйся некий. Опять академик. Опять, значит, это настоящая фотография. Но конкретно, конкретно, ее присвоила подбосковная эта фирма. вот. Дальше, 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 дальше. Вот это настоящая академия. Кто тоже это самое присвоено кем-то. Я уже не вникаю. А это моя, это веточка моя. Она превратилась, кажется, кажется, это фотография Виноградова, да, Алексей? Вот. Твоя рука. вот так они маскируют. Видели? Узнаете, вот это и вот это одно и то уже замаскировали. Идемте дальше. Вот моя фотография. Но он уже в агросимфонде. Да, оказывается, это теперь не моя вообще. Вот. Пожалуйста. Но это не украли, потому что это моя, я уже помню, ты рассказывал. Это моя невестка Татьяна с саденцами к ней 8 913 444 3178 А тут достаете меня. Питомник принадлежит ей и Сергею. Вот. Это у меня Тома в моем саду. Вот. Это Александр Савельевич. Вот она. Сами понимаете. Посмотрите, какие плоды. Вот. А! Украинский этот украинский питомник присвоил ее. Это оказывается Татьяна Александровна Савельевич. Вот. Купила у них саженец и получила вот такие плоды. А, Верина Александровна, привет. Ну, мне так стыдно за земляков. Ну, все есть, то есть. Это уже Амур. Видите, как мало академиков? Уже Амур. Уже сын манджурца. Это все мое. Смотрите, каких много. Вот это крупноплодный жир. А это академик, но он уже окружился так, что теперь у него новое название. Идем дальше. Дальше, 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 дальше. Вот. Эту фотографию украсть невозможно. Только им делать нечего. Они как бы, они на этом зарабатывают. Вот правила обрезки, вот целый сайт. Но им надо чего-то доказать и не отрицая, что это саженец Железова. Они написали сеянис. А это прививка на мазурский абрикос. Просто вранем занимается. Почему? Занятие это место, чтобы что-то похоже было на правду. Подчеркиваю, похоже, чтобы было на правду. Вот. Еще не все. Вот моя фотография. Вот. А посмотрите, как ее переделали. Ой, я бы сам сейчас уйдаю в собой это. Какая красота. Я узнать то еле узнал, что это моя фотография. И все. Идем дальше. Вот. Не мое, не мое. Но тут много истинных академиков. Утет Зеленым носиком. Но они все присвоены. Вот. Серафим тот самый. Абрикос средний лучший Мичуринский. Он уже стал Мичуринский. Видите? Вот. Вот эта вот фотография. Вот. Абрикос академик. Описание сорта. Это моя линейка. Тут уровень. Сейчас еще немного. Я почему сейчас одну вещь почерпну очень важную. Вот. Ага, еще одна моя фотография. Так, посмотрели. Вот это вот. Ну, ладно, не буду про это. Как установить ее координаты. Это моя фотография. Это оно. еще не все. Вот. Это Фаина. О, абрикос Фаина. Единственный экземпляр в мире. А, это из моих записок. Вот тут честно. И линейка на лицо. Единственный экземпляр в мире. Так, идем дальше. Ну, еще покажу несколько, и чтобы вы отличали. Вот это уже. Что здесь написано? фотогалерея. Вот. А это бы не дома. Идем дальше. Почему она сюда попала? А потому что академики практически закончились. Это почти ничего больше нету. Смотрим сюда. Моя фотография, линейка моя. Так нет. Вот. Куда ее, кто-то с ней работает, ну, ему надо заполнять чем-то своей. Вот. И с умным видом, даже никто и не обманывает. Вот. Сюда смотрим. Красота какая, да? Так. Еще не все. Ну, это второй раз попалось. Вот. Теперь он уже в Белгороде. У-у-у-у-у. Щебетина, Чураева. Вот. Это королевский мой. Вот. И сейчас все-все-все очень много и закончу. Опять моя, но это правда бывший академик, без обмана. В общем, смотрите, тут еще есть, еще есть, еще есть, еще есть, еще есть. Но они уже не академики. Понимаете, в чем дело? То есть я хочу сказать, что вот это несколько десятков фотографий, настоящих академиков, настоящих, из них, конечно, лидер это железо. Понимаете, в чем дело? Лидер железо, лидер железо, вот опять невестка. Я хочу сказать вам, что нужно разоблачать всех, кто себя выдает за автора фотографии. Значит, у него есть маточный сад. И пример-то был какой? Где наш этот самый? Где наш Гарден Март? Вот смотрите, Абрикос Академик. Вот, это у них, вот он, Гарден Март. Берем, найти это изображение в Ятексе. Убедились? Сейчас увидите. Сколько их присвоило? Смотрите, внимательно, смотрите. Это еще не все. Дело в том, что тут такое дело. Они и так замаскировали все это. Вот, что родной отец не узнает. Значит, я к чему говорю. Находите телефон. Умоляю. Кстати, посмотрите, какие дерьмовые саженцы. Вот это вот, видели? Если вот этот саженец вам продадут, а вы живете рядом, морду бейте. Вот за это. Вот бейте морду. Чтобы вам вот такие. Это же выставить на показ вот это дерьмо. Поняли, о чем речь идет? Итак, телефон есть всегда. Звоните, включайте. Как я провожу телемосты? Я включаю громкий звук. Рядом у меня, вот куда он делся. Вот он, видите? Все рядом. По телефону громкий звук. Включаю запись, уставляю на экран. И вы можете вот так вот направить на вот такой вот Абрикос Академик. Так, и задать вопрос. Где маточный сад? Почему фотография чужая? Откуда дровишки? Ну, помогите разоблачить все это самое. А взамен я покажу алтайский прекрасный питомник. Вот. И вы скажете, ура. Вот. Ура. Вот так вот. Все вот это было даже содержание было украдено из интернета. Содержание было украдено из интернета. 8 секретов богатого рожая. Вот они, видите? Значит, я взял, когда я набрал вот это вот. Я потерял, время, время, время. Современные песики могут удерживать пороза. Я немножко не довел до ума. Я набрал. И где я нашел это? Эту фразу? Совсем в другом сайте. Видели? Они? Она? Только это уже Огороды. Огороды. Вот в этом вот на сайте Огороды есть эта же статья. Вот она. Смотрите, как я выделяю. Огороды. То есть этот человек, который вы видели. Вот. Вот. Вот это все. Слямзил с интернета. И покупайте, не покупайте. Единственное, честно, минус 25, минус 28. Вот как он умудрился? Почему он Гарденмар тут 40 придумал или ниже? Вот. И как-то незаметно переехал в Сибирь. А здесь, якобы. А здесь 20. Вот это вот, за это честность. Но, тем не менее, слово сказано. Человек прочтет и скажет, хочу персики. Дальше. Я еще... Моя промашка, что я, наверное, с полгода... Меня некоторые обвиняют в чем? Ну, Константин, ты повторяешься. Ну, старики, вспоминайте. Сколько раз вы видели фотографии? Да не меньше 10 раз. И последние полгода я про нее забывал, забывал. Это телевидение меня снимало. Вот. Это учебное. У меня есть диски. Их всего 20. Каждый стоит 300 рублей. Хоть вот такие. Ну, смотрите. Еще раз. Я вынужден, мне без этого не прожить. Хоть вот такие. Вот. Видите? Хоть электронные. Копии их же. Все 20. И там любой диск, в том числе. Вот. Уроки железа, допустим. Первый диск. Уроки железа, второй диск. Вот. И там есть вот это. Но купить за 30 рублей диск, ну, некогда людям. Ну, некогда. Это многих и 30 рублей деньги предельные. И получается так. Полгода я не учил холмы-холмы. А фотографию, ну, думаю, приложу, скажут. Ну, опять это, опять ты повторяешься, надоело. А кто-то ж не видел ни разу и пишет. Я посадил на холм. Я устал поливать. С холма вода скатывается. Вот. Винюс, полгода не показывал. Буду показывать каждый месяц. Вот. Почему? Ну, хотя бы здесь пусть увидят. Если уже нельзя 300 рублей, хотя бы здесь пусть увидят, что такое настоящее, это и есть настоящее садоводство. То есть, холм сделал, пошел куда угодно, в сторонку, вон, за забор, это, нарезал дерна, разложил, холм пологий. Вот. Конечно, это идеальный вариант, это сад Железова. Показывать по телевизору. Прошло 15 лет, а вы же видите его еще. Его за все годы тысячи, тысячи, тысячи людей видели. Я кого-нибудь разочаровал? Я что, это, плохая, это, ой. Вот этот самый, я говорю, нить, нить чести, не совести. Вот это вот, смотрите. Куда он делся этот, господи. Кстати, зато здесь, вот, есть вот эти. Здесь есть эти самые. Вот, телефоны есть. Ну, помните, я сейчас только говорил, какое дерьмо, их не саженец. Да? Вот. Вот он, настоящий саженец. Итак, идем дальше. Да, в один момент у меня есть несколько фотографий, я опять, боюсь, показываю. Вдруг скажет, что ты надоел, повторяешься. Я такой саженец вставлял в коробку по размеру, через коробки привозил, и в коробки садил. Во, эффект! Лучше, чем это, чем в гортках. Согласитесь, что здесь килограмм 15. Все. И еще это. Почему я вернулся, почему я нашел эту фотографию? Да человек сказал, ну, конце-то концов, неудобные ваши эти калмы. Я отвечаю, гордо, бодро говорю, первый год по муси здесь. А со второго года вода льет с неба, и растекается там, где кончики корни. Вы поливать будете уже эти кончики корней. Вот. Ну, потерпите годик. Ну, не бывает идеальных технологий.